Книга Ричарда Вумбранда. Пятая глава. Жестокий обман. Под заголовок. Бухарин, Сталин, Мао, Чеушеску, Андропов. Здесь, быть может, небезинтересно отметить, что из биографии Бухарина, бывшего генерального секретаря Коммунистического Интернационала и одного из главных теоретиков и вдохновителей марксизма XX века, известно, как еще в 12-летнем возрасте, ознакомившись с книгой Откровения Иоанна Богослова, он мечтал о том, чтобы стать антихристом. Узнав из Священного Писания, что антихрист должен родиться от апокалиптической блудницы, он принуждал свою мать признаться в том, что она проститутка. О Сталине он писал, это не человек, а дьявол. Бухарин слишком поздно понял, в чьи руки он попал. В письме жене, написанном перед арестом и смертной казнью, которую он заставил ее выучить наизусть, Бухарин, ценнейший и крупнейший теоретик партии, писал «Моя жизнь подходит к концу. Я склоняю голову под топор палача. Я осознаю все свое бессилие перед лицом этого адского аппарата». Он участвовал в сооружении гильотины советского государства, которое уничтожало миллионы и в конце концов должен был признать, что задумано оно было в аду. Он хотел стать антихристом, а вместо этого стал его жертвой. Георгий Катков, суд над Бухариным. Лондон, 1969 год. Первый том. Страница 29. Рой Медведев. К суду истории. Нью-Йорк, 1971 год. Страница 183. Подобно Бухарину, Каганович, Шурин и ближайший соратник Сталина, пишет о нем в своем дневнике. Я начал понимать, что Сталин каким-то образом умудрялся сделать себя богоподобным. В его образе не было ничего человеческого. Даже если он иногда и выказывал свои чувства, создавалось впечатление, что шли они не из глубины его сердца. Они были такими же фальшивыми, как маскировка на танке, а под ней скрывался Сталин. Кусок стали. Какое-то мне самому непонятное чувство убеждало меня, что он будет жить вечно. В нем не было ничего человеческого. Роза, жена Кагановича, вспоминает, что он заставлял ее в одних носках сбираться на дерево. Мне кажется, что у него нет ничего человеческого, хотя и выглядит он как нормальный человек. Для меня это является загадкой. Но что я пишу здесь? Неужели я сошел с ума? Конец цитаты. Последователи различных религий медитируют о том, что прекрасно, мудро и благо. Сталин же практиковал прямо противоположное. Он рассказывал Кагановичу, цитата, «Если мне с кем-нибудь надо проститься, я представляю себя его на четвереньках, и он производит на меня отталкивающее впечатление». Иногда у меня появляется чувство симпатии к человеку, которого надо ликвидировать во имя общего блага. Как мне поступить в такой момент? «Я представляю себе, как он срет, распространяя зловоние, пердит и блюет. И мне уже не жаль его. Чем раньше этот человек перестанет зловонить на этой земле, тем лучше. И тогда я вычеркиваю его из моего сердца». Особое удовольствие доставляло Сталину надевать лошадям зеленые очки, чтобы сено казалось им травой. Таким же образом он надел человечеству очки атеизма, чтобы глаза людей не увидели божественные зеленые луга, которые открываются взору лишь верующих душ. В том же дневнике упоминается еще множество разоблачающих моментов. Цитата. «Сталин часто говорил о религии как о нашем страшнейшем враге. У него было достаточно оснований ненавидеть религию. Я, в частности, разделяю его чувства. Религия – хитрый и опасный враг. Сталин также согласен с тем, что самое достойное наказание для всех родителей, принадлежащих к какой-либо секте, отобрать у них детей. При этом не имеет значения, вынесен им приговор или нет. Мне кажется, он был тайным поклонником астрологии. У него была особая черта характера, которая часто заставляла меня удивляться. Он всегда говорил о Боге и религии с каким-то скрытым уважением. Сначала я думал, что это мне только кажется, но потом заметил, что мое первое впечатление было верно. Он всегда был очень осторожным, когда разговор заходил на эту тему. Мне никогда не удавалось определить, какого мнения он придерживается по этому вопросу. Но одно было ясно – он имел свой особый взгляд на этот вопрос. Например, он никогда конкретно не говорил, что Бога не существует. В его присутствии людям всегда было не по себе. Все почитали и уважали его. Я не думаю, что он вкушал любовь народа. Он возносился над ним. Это, возможно, и звучит странно, но он занимал должность, которая раньше была предназначена Богу. Конец цитаты. К трагедии человеческого существования относится наличие у Сталина врагов, которых на определенных этапах ему требовалось победить. Маркс находил в этой печальной реальности удовольствие. Его часто цитируемым излюбленным изречением было «Нет ничего прекрасней на свете, чем кусать своих врагов». Поэтому неудивительно, что его последователь Сталин утверждал, что самое большое удовольствие поддерживать какую-либо дружбу до тех пор, пока друг доверчиво склонит голову на твою грудь, чтобы потом нанести ему удар в спину кинжалом. Удовольствие состоит в том, чтобы не дать себя превзойти. Конец цитаты. Маркс высказал эту же мысль задолго до него. Он писал Энгельсу о товарищах, с мнениями которых не согласен. Цитата. «Надо дать возможность этому подлецу продолжать верить в его связь с нами до тех пор, пока мы в подходящий момент не будем в состоянии устранить его тем или иным способом». Конец цитаты. Характерно, что многие соратники Сталина описывают его как демона. Милван Джилас, известный руководитель Коммунистической партии Югославии, лично знакомый со Сталином, писал. «Не случилось ли так, что благодаря своей демонической силе и энергии Сталин довел коммунистическое движение и всех его членов до состояния цепенения и замешательства, и таким образом создал и укрепил свое господство на страхе?» Сталин так выражался о высшем руководстве СССР. «Они создают впечатление, как будто бы действительно верят в идеал социализма в грядущем бесклассовом обществе. На самом же деле, они верят только лишь в организованную власть». Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, сама не имеющая отношения к демонизму, писала еще об одном советском государственном и партийном деятеле, Берии. Цитата. «Берия был связан с нашей семьей сатанинскими узами. Влияние этого ужасающего, злобного демона на отца было слишком сильным и неизменно эффективным. Страшный дьявол овладел душой моего отца». Далее Светлана упоминает, что Сталин считал добро и всепрощающую любовь худшим, чем самое ужасное преступление. Таковым является сатанинское наследие, правящее внушительной частью человечества и покровительствующее терроризму во всем мире. Здесь следует сказать несколько слов, которые, быть может, помогут уяснить тип личности Сталина. Он был незаконнорожденным ребенком помещика и его служанки. Отец, заботясь только о своей репутации, подкупил местного сапожника, чтобы тот женился на беременной женщине. Однако об этой афере стало известно. В детстве Сталина обзывали ублюдком. Когда он был молодым человеком, его отца нашли убитым. Подозрения пали на Сталина. Но доказать этого никто так и не смог. Позже, будучи студентом семинарии, Сталин становится членом коммунистической ячейки. В это же время он влюбляется в девушку по имени Галина. Поскольку коммунисты нуждались в деньгах, Галине было поручено стать любовницей богатого человека, чтобы таким образом обеспечивать их деятельность. Когда Сталин поддержал эту идею, девушка перерезала себе вены, потому что очень любила его. Сам же Сталин получал от партии задание воровать. И очень в этом преуспевал. Себе из воронных денег он ничего не присваивал. Далее на него была возложена обязанность проникнуть в ряды царской полиции. Он стал двойным агентом, чтобы информировать соратников и оберегать важных коммунистических деятелей. У Сталина были дурные происхождения, воспитание и образование. А также в молодости были разнообразные дурные наклонности. Таким образом он был легко восприимчив к сатанинскому влиянию. Он стал таким, как выбранный им псевдоним Сталин. Человеком из стали. Человеком, у которого отсутствовали любые человеческие чувства. Сноски 56-й страницы. Светлана Алилуева. 20 писем к другу. Лондон. 1967 год. Страница 64-я. Андропов, ставший главой СССР, тремя руководителями после него, очень похож на Сталина. Министр иностранных дел Франции Клод Шейсон после ряда встреч с Андроповым в интервью парижской газете Лемонт описал его, как, цитата, «человека без душевной теплоты, действующего подобно механизму». Он не выражает чувств. Он крайне бесстрастен. В манере речи и в мимике он точен, как механизм. Сталин, как и Маркс Энгельс и Бауэр, начинал верующим человеком. В 15 лет он написал свое первое стихотворение, которое начиналось словами «Велико проведение Всевышнего». Потом, следуя своему призванию, он стал семинаристом. В семинарии он сделался дарвинистом, а потом марксистом. Первыми псевдонимами Сталина, когда он начал печатать свои революционные статьи, были Димонашвили и Бесашвили. Другие свидетельства сатанинских убеждений среди руководителей марксизма также значительны. Троицкая, дочь советского маршала Тухачевского, ранее одного из командующих рабочей крестьянской Красной Армии, также ликвидирована Сталиным, пишет в воспоминаниях об отце, что в восточном углу спальни, где православные обычно вешают икону, у него висело изображение сатаны. Известный коммунистический деятель Чехословакии после своего назначения на пост главы секретариата по делам церкви при правительстве ЧССР взял себе в седоним Хруза, что по-словацки означает ужас, и также употребляется как одно из имен дьявола. Руководитель аргентинской террористической организации действовал под кодовым именем Сатановский. Анатоль Франц, известный французский писатель-коммунист, приобщившись к коммунистическому движению, приобщив большую часть интеллигенции Франции, на выставке демонического искусства в Париже среди экспонатов можно увидеть стул, которым этот писатель-коммунист пользовался во время исполнения сатанинских ритуалов, рогатая спинка и ножки стула, обтянутые козьей кожей. Хейгетское кладбище в Лондоне является центром сатанизма в Англии. Именно там похоронен Карл Маркс. У его могилы до сих пор совершаются таинственные ритуалы черной магии. Кроме того, это кладбище было местом вдохновения для хейгетского вампира, который в 1970 году нападал на молодых девушек. Своим присутствием это кладбище почтил также диктатор Красного Китая Хуагафен. Ульрики Майнхоф, Грудрун Энсли, а также другие представители немецкой террористической организации фракции Красной Армии, тоже были связаны с оккультизмом. В советском атеистическом журнале «Наука и религия» номер 7, 1979 года были опубликованы статья о самой древней сатанинской секте в Сирии Язиде. Это была единственная статья о религиозной секте в этом журнале, в которой секта не подвергалась ни малейшей критике. Мао Цзэдум писал, цитата, «С восьми лет я ненавидел Конфуция. В нашей деревне был конфуцианский храм. От всего сердца я желал только одного – разрушить его до самого основания. Нормальным ли для восьмилетнего ребенка является желание уничтожить свою религию и храм, в котором поклоняются его соотечественники? Такие мысли испытывают демонические личности». В противоположность этому вспоминается Павел Креста, Святой Католической Церкви, священник, монах, мистик, основатель монашеского ордена пассионистов, который с восьмилетнего возраста каждый вечер посвящал три часа своего времени молитве. В антидюринге Энгельс писал «Всеоблемлющая любовь к людям является абсурдом». В письме другу он же подчеркивал «Мы нуждаемся в ненависти вместо любви, по крайней мере, в настоящее время». Ча Гевара хорошо выучил уроки Маркса. В своих очерках он возрождает его и Энгельса мировоззрение. Цитата «Ненависть является составной частью борьбы, безжалостная ненависть против врага, ненависть, которая возвышает революционера над естественной границей человечества и делает его эффективной, разрушительной, расчетливой, смертоносной, холодной, убийственной машиной». Конец цитаты. «Именно это и желает сделать сатана с человеком. Со многими вождями человечества он достиг в этом огромного успеха. Уже на нашем веку мы видели примеров более чем достаточно». Гитлер, Эйхман, Менгеле, Сталин, Мао, Андропов, Полпот. Многоточие. В манифесте Коммунистической партии Маркс пишет, «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя. Существует лишь одно средство сократить, упростить и концентрировать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества. Только одно средство – революционный терроризм». Сноска 59-й страницы, номер 17-я. Кармарс и Фридрих Энгель с полной собранием сочинений. Берлин, 1974 год, 5-й том, страница 457. А Ленин в статье, с чего начать, пишет, «Принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказаться от террора. Это одно из военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо». Из истории нам известен ряд революций. Каждая из них имела свою цель. Во время американской революции народ боролся за национальную независимость. Во время французской – за демократию. Маркс – единственный революционер, объявивший своей целью постоянную, непрерывную революцию. Терроризм и кровопролитие во имя самой революции. Насилие вплоть до эксцесса являлось единственной задачей его и его соратников. Именно этим и отличается сатанизм от обычной человеческой греховности. Террористов, казненных в царской России за убийство, он назвал, цитата, «бессмертными мучениками» и «удивительно способными спутниками». Энгельс также писал о цитатах «нашей кровавой мести». Кстати, это выражение у него часто повторяется. Цитата. «В недрах России столь цветущее развитие идей. Покушения повторяются все чаще. Оставим мораль. Для революционера все средства хороши, если они приводят к цели, в том числе насильственные, наравне с так называемыми «мягкими». Еще во время демократического правления Керенского марксист Ленин говорил, «Что нам нужно, эта дикая энергия, еще раз энергия. Я с ужасом, ей-богу с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали. Идите к молодежи, господа. Основывайте тотчас боевые дружины везде и повсюду. Не требуйте никаких формальностей. Наплюйте, Христо ради, на все схемы». Сноски к 60-й странице, 18-е, 19-е, 20-е. Полное собрание сочинений Владимир Ильич Ленин. Тамы 31-й страница 191, 25-й страница 179, 6-й страница 283 и 286-279. Том 32-й страница 281. Несколько цитат помогут понять точку зрения коммунистов. «Маркс. Мы ведем войну против существующих представлений о религии, против государства, земли, патриотизма. Представление о Боге является коммертоном извращенной цивилизации, которую необходимо истребить. Манифест коммунистической партии Маркса Энглеса. Коммунисты считают призеренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного несправеджения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Ленин. Мы должны использовать любую хитрость, любой изворот, любой трюк, любую уловку, любое беззаконие и сокрытие правды. Основным законом является использование противоположных интересов капиталистических стран. Он же. Марксизм есть материализм. В качестве такового он так же беспощадно враждебен религии, как материализм. Это несомненно. Мы должны бороться с религией. Это азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Из речи Ленина, произнесенной в 1922 году цитата «Сначала мы захватим Восточную Европу, затем массы, то есть население, Азии, потом мы окружим Соединенные Штаты, последний оплот капитализма. Нам не нужно будет нападать на него, он упадет в наши руки сам, как перезлежилая груша». Никита Хрущев цитата «Если кто-нибудь думает, что наши улыбки равносильно отказывают учения Марса, Энгельса и Ленина, то он глубоко вышивается. Кто ожидает этого, тот ждет, пока рак на горе свистнет». Подзаголовок «Сатанинская жестокость». В своем монументальном произведении «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын рассказывает о хобби в кавычках, конечно, «Егоды» министра внутренних дел СССР. Он любил стрелять в иконы Иисуса Христа и святых. Еще один сатанинский ритуал, практикуемый коммунистической верхушкой. Спрашивается, зачем человеку, представляющему якобы пролетариат, стрелять в изображение пролетария, Иисуса Христа или крестьянки, Девы Марии. Пятидесятники рассказывают о случае, произошедшем во время Второй мировой войны. Один из их проповедников изгнал беса, который, покидая одержимого, угрожал в кавычках «расквитаться» за свое изгнание. Спустя несколько лет этого проповедника расстреляли за веру. Руководивший расстрелом офицер перед тем, как дать команду стрелять, воскликнул «Теперь мы квиты!» Возможно ли, что офицеры, коммунисты также были одержимы весами? Быть может, в руках сатаны они служили орудием мести христианам, которые ведут против них духовную брань? «Несомненно!» Однажды в сталинские времена в подвалах НКВД коммунисты расстреляли безвинных людей. Совершив преступление, один из убийств пришел в себя. Он ходил от трупа к трупу, прося прощения. «Я не хотел этого! Я даже не знаю вас! Простите меня!» Тогда другой сотрудник выстрелил в него. А третий, присутствующий при этом, со временем принял Христа и рассказал о случившемся. Газета «Русская мысль» от 13 мая 1975 года 1900 поведала своим читателям такую историю, произошедшую в стране. Гражданин РСФСР Проферевич воспитывал своих сына и дочь в христианской вере. Однажды дочь в возрасте 12 лет возвратившись домой заявила родителям «Религия это пережиток капитализма, теперь мы живем в другое время». Она отреклась от Христа. Позже вступила в ряды коммунистической партии и устроилась на работу в КГБ, что было ужасным ударом для ее родителей. Через некоторое время была арестована мать. В коммунистическом обществе у человека нет ничего своего, будь то даже дети, жена или личная свобода. Государство может отобрать все, когда ему заблагорассудится. После ареста матери сын долго горевала, через год повесился. Найдя его предсмертную записку, Проферевич прочитал «Папа, осудишь ли ты меня? Я комсомолец. Я должен был сообщать обо всем советской власти. Однажды меня вызвали в КГБ и наша Варя потребовала, чтобы я написал донос на мать, потому что она христианка. Они считают всех христиан противниками советской власти. Я написал. Я виновен в ее аресте. Теперь меня принуждают следить за тобой. Следствие будет таким же. Прости меня, папа, но мне лучше умереть». За самоубийством сына последовал арест отца. В 1941 году пастор Зиновый Ковалик был арестован и брошен в тюрьму Бригитки во Львове. Когда в том же году на Львов начали наступать фашистские войска, НКВДисты не желая возиться с эвакуацией заключенных начали расстреливать их. Однако расстрелять Зиновия показалось им недостаточным. Его долго и страшно пытали, а затем припомнив ему его проповеди о распятом Христе на глазах всех узников распяли на стене тюремного коридора в таком же положении как был распят Христос. Доктор Сас-Еворский после взятия Львова немцами в конце 1941 года искал находившегося в заключении отца и увидел в тюрьме священника распятого на кресте. В его распоротый живот сотрудники НКВД засунули зародыш вырезанный из утробы матери, тело которое лежало рядом на залитом кровью полу. Очевидцы узнали пригвожденным известного миссионера пастора Зиновия Кавалика. Сноски к страницам 62 и 63. 21. Александр Солженицын Архипелаг ГУЛАГ Нью-Йорк Первая и Вторая книга 1973 год Лист 173 22. Журнал «Русская мысль» Париж 13 марта 1975 года русскоязычное издание 23. Сноска Нагуевский и «Воспоминания духовника» Америка 7 октября 1982 год Человеческая жизнь ничего не значит для коммунистов из какой бы страны они не были во время гражданской войны Ленин писал «Было бы позором не расстреливать за неявку и уклонение от мобилизации Чаще сообщайте о результатах» Владимир Ленин военная переписка телеграмма Мельничанскому в Харьков Москва 1957 год страница 148 Во время гражданской войны в Испании коммуниста убили 4000 католических священников Известный православный священник Дудко рассказывал о том как 6 коммунистов ворвались в дом священника Николая Чардева вырвали ему волосы выкололи глаза нанесли множество ножевых ранений а после пыток раскаленным утюгом его застрелили это произошло в день святого Николая что само по себе было не только садистским преступлением по отношению к священнику но и отвратительным уничижением христианского праздника 10 марта 1983 года в западной прессе появилось сообщение о том что в Зимбабве войсками коммунистического диктатора Мугабе были убиты 3000 представителей племени Ндебеля солдат обучали инструкторы из Северной Кореи взрослым членам племени было приказано убить своих детей дьявол повторяя за Богом сулит рай на земле он обещает чистую воду и зеленые пастбища однако это вовсе не в его власти он хочет ввести нас в заблуждение и чем меньше он может дать тем больше ему приходится лгать чтобы войти в доверие к людям он прячется за ложным фронтоном в английском языке ассоциация слова фронт фасад или вывеска со всевозможными фронтами основанные коммунистами очевидно но приносит ли он только горе смерть и разрушение ужасное всецелое масштабное и безжалостное цитата дьявол ревнует и бесится при виде духовной красоты она уязвляет его поскольку он не может быть красивым утратив свою первородную красоту вследствие гордыни он не выносит этого и у других если бы не было духовной красоты святых он бы сам не выглядел так уродливо поэтому он и хочет изуродовать все прекрасное сноскок 64 страница номер 24 Владимир Ленин военная переписка телеграмма Мельничанскому Харьков 54 год страница 148 вот почему христиан в румынской коммунистической тюрьме пятишки а также в других коммунистических тюрьмах подвергали пыткам не только для того чтобы они выдали тайны подпольной церкви но для удовольствия режим для которого события подобное описано является ежедневной реальностью режим который физически или духовно уничтожает людей христиан делает их невинными жертвами и пытается превратить вероотступников убийц ледоносчиков такой режим может вызывать у божьих детей лишь отвращение желающие добра ему участвуют в его злых делах второе послание Иоанна одиннадцатая глава подзаголовок сатанинский грех как уже говорилось марксизм явление сатанинского происхождения однако не всякий ли грех имеет сатанинское происхождение есть ли разница между сатанинским и не сатанинским грехом я долго думал над этим вопросом однажды мне приснился сон который кое-что прояснил для меня в этом отношении мне приснилась проститутка которая ловила молодых людей когда те выходили из церкви я спросил ее почему ты стоишь именно здесь она ответила мне доставляет особое удовольствие развращать молодых людей в тот момент когда они выходят после поклонения Богу в греческом языке вместо слова богослужения употребляется слово что в буквальном переводе означает поцелуй выходя из церкви верующие все еще чувствуют прикосновение Иисуса можно представить какое удовольствие для проститутки осквернить его как раз в тот момент и в постели сладострастия говорить видишь Иисус которому ты только что молился не мог оградить тебя от греха даже на пять минут он не спаситель мой хозяин сильнее его сексуальная нечистота наиболее распространенный вид человеческого греха Мефистофель повелел Фаусту изнасиловать Гретту именно в тот момент когда она с Библией в руках шла в церковь это воистину подъявольски создание и пользование порнографической литературой весьма распространенный вид греха порнография отличается тем что рекламирует разврат инцест и гомосексуализм при этом часто хуля имя Бога Христа и Марии нецензурные выражения похабные анекдоты сопровождаются словами священного писания с целью замарать его это дьявольщина прибивать ко кресту невинных явный вид страшного человеческого греха но распять на кресте Иисуса Сына Бога между двумя разбойниками тем самым подчеркивая якобы его принадлежность к ним это грех уже не человеческий в кавычках убивая врагов партии начинать войны и готовить революции приводящие к массовому уничтожению людей является греховным проявлением человеческой природы однако русские коммунисты сначала уничтожив врагов и миллионы невинных со временем начали изливать ненависть на своих последователей и даже на ближайших соратников и вдохновителей революции это печать сатаны революция не для достижения цели а во имя истребления как назвал это Маркс цитата постоянная непрерывная революция из 29 членов и кандидатов в члены центрального комитета коммунистической партии в 1917 году только четверо имели счастье уйти из жизни прежде чем у них успели ее отнять одного из этих четверых со временем все же объявили врагом революции 13 был вынесен смертный приговор их собственными соратниками или они пропали без вести двое были так безжалостно преследуемы Сталиным что покончили жизнь самоубийством 25 сноска к 66 странице Лев Троцкий Сталин цитирована по новому журналу Нью-Йорк страница 85 Быть преступником или главой мафиозного клана ужасный человеческий грех но сатанизм превосходит даже то что допускает кодекс мафиози Томасо Бушетта представитель социалистской мафии который стал полицейским информатором и раскрыл преступления этой организации однажды сказал цитата Преступление это неизбежная необходимость но ему всегда есть причина у нас исключается отсутствие возмездия за беспричинное преступление являющееся результатом импульсивного побуждения мы исключаем например трансверсальскую вендетту то есть преднамеренное убийство человека находящегося рядом с мишенью нашего преступления как например жена дети или родственники сатанинское преступление преступление совсем другого порядка Гитлер убил миллионы евреев включая детей под предлогом того что евреи причиняли вред немецкому народу для коммунистов приемлемо заключать в тюрьмы и пытать членов семей тех кого они считают врагами когда меня посадили в тюрьму само собой разумелось что тут должна была последовать и моя жена туда а моего сына необходимо лишить всех благ и исключить из учебных заведений марксизм это не обычная греховная человеческая идеология его корни сатанизм его учения сатанизм однако свой дьявольский характер марксизм открыто признает только в немногих случаях об учителе можно судить по его ученикам художник Пикассо сказал художник должен найти способ убедить свою публику в полной истинности своей лжи кем был человек который создал это чудовище тем же кто написал цитата я пришел коммунизму как каждый приходит к фонтану моя приверженность коммунизму является логическим следствием всей моей жизни и деятельности и так человек становится марксистом потому что его идеал ложь как грустно чтобы получить представление о жизни и мышлении сатаниста нужно лишь прочесть несколько выдержек из сочинений Алистера Кроули Года жизни 1875-1947 печально известна своей причастностью к оккультным практикам цитата его падших не жалеть я никогда не знал их я не за них я не утешаю ненавижу утешаемых и утешителей следующая цитата я величайший искуситель ибо мои чистота и невинность соблазнят чистого и невинного который достиг бы центра колеса когда бы не я волк обманет только жадного и вероломного ворон обманет только погруженного в уныние и бесчестного но я тот о котором написано он прелестил избранных ибо в начале отец с большой буквы всего сущего призвал духов лжи дабы просеяли они тварей земных через три решета по трем родам душ нечистых и избрал он волка для вожделения плоти а ворона для вожделения ума меня же поставил надо всеми изображать чистые движения души тех кто пал добычей волка и ворона я не губил но тех кто отверг меня предавал я гневу ворона и волка и один рвал его зубами на части а другой расклевывал труп и потому мое знамя бело что я не оставил ничего живого на земле и опировал на крови святых но люди так и не заподозрили во мне врага своего ибо руно мое бело и тепло и зубы мои не зубы разрывающие плоть и глаза мои кротки и не узнают во мне предводителя тех духов лжи коих отец всего сущего послал от лица своего в начале конец цитаты следующая цитата все таинству вавилон матери мерзостям и все таинства прелюбодеяния ее ибо она покорилась всему живому и причастилась таинству его и сделавшись служанкой каждому стала она госпожой надо всеми еще не дано тебе ныне постичь славу ее прекрасно ты о вавилон и желанно ибо предалась ты всем живущим и превозмогла их силу слабостью своей ибо соединившись с ними ты постигла посему называю тебя пониманием о вавилон госпожа ночи о вавилон вавилон могучая мать на спине венциносного зверя упой меня вином любодеяний твоих поцелуями своими изнури меня до смерти дабы и я виночерпи твой смог постичь сноска 68 страницы 28 и 29 алистер кроули книга тото 1904 год космарин пресс страница 97 134 и 135 кроули цитирует множество таких высказываний совершенно известных работ неизвестных работ старшего сатаниста недоступных для непосвященных под заголовок богохульство на молитву господню выходящая в ссср газета советская молодежь выпуски от 18 февраля 1976 года представила поразительное доказательство связи марксизма с демиуманизмом в газете сообщалось как воинствующие коммунисты безбожники еще при царском режиме разрушали церкви и хулили бога используя в своих листовках кощунственную пародию на молитву отче наш отче наш сущий в петербурге да будет проклято имя твое да погибнет царство твое да не исполнится воля твоя даже в аду дай нам хлеб наш который ты воруешь у нас и выплати долги наши как мы платили твои до сих пор и не веди нас большего искушения но избави нас от зла полиции плеви и положи конец его проклятому правительству и поскольку ты слаб и ничь духом властью авторитетом убирайся с ним навечно аминь сноскоплеви это министр внутренних дел российской империи главная и конечная цель коммунизма при завоевании новых стран не установление нового социального или экономического порядка а кощунственное издевательство над богом и прославление сатаны социалистический союз немецких студентов также опубликовал пародию на молитву господню капитал наш который на западе да будет надежны твои инвестиции да получишь ты выгоду да повысятся твои акции в цене как на острит так и в европе нашу ежедневную торговлю обеспечь нам на каждый день и умножь наши кредиты как мы умножаем кредиты наших должников и не веди нас в банкротство но избавь нас от профсоюзов ибо твоя половина мира и сила и богатство вот уже две тысячи лет мамонна министр образования отвечает студенческому пастору газета Рейн Неккартсайтунг сноска 32 к 70 странице 5 января 1968 года отождествление христианства с капитализмом и его интересами возмутительно церковь знает что капитализм утвердился на крови и грязи поскольку всякая экономическая система несет на себе метку греха мы противостоим коммунизму не с точки зрения капитализма но с позиции царства божия являющегося нашим идеалом приведенная выше пародия есть не что иное как дьявольская насмешка над святой молитвой равно как и предшествующая ей пародия напечатанной в советской газете хулая насмешка над молитвой отче наш во многих коммунистических странах воспринимается вполне нормально в эфиопии например детей учат молиться так наша партия правящая в советском союзе да светится имя твое да приедет царствие твое да будет воля твоя в эфиопии как и по всему миру хлеб наш насущный дай нам на сей день и не прости грехи империалистов как и мы не прощаем им чтобы мы противостояли искушению сдаться в бою и избавь нас от лукавого капитализма аминь используя лютеранскую радиостанцию конфискованную коммунистическим правительством в эфир транслируют сатанинскую версию библии в которой первое послание коринфянам например звучит так если я говорю на всех языках но не испытываю вражды к частникам и капиталистам то я медь звенящая далее классовая ненависть не терпит эксплуатации она жестокая классовая ненависть завидует всем богатством и похваляется успехом революции во многих социалистических странах далее а теперь прибывает си вера надежда и классовая ненависть но большая из них революционная ненависть конец цитаты во время всеобщей забастовки организованной французскими коммунистами в 1974 году рабочих призывали пройти демонстрации по улицам Парижа выкрикивая лозунг Жескар де Эстену конец демоны вышли на улицу Жескар де Эстен в то время президент Франции почему демоны в кавычках а не пролетариат и не народ к чему это заигрывание с дьявольскими силами какое отношение это имеет к законным требованиям рабочего класса повысить уровень их жизни под заголовок обожествление коммунистического руководства руководство коммунистической партии требовало своего обожествления вот несколько стихотворений посвященных Сталину напечатанных в газете правда центральным органами коммунистической партии СССР 10 марта 1939 года на наше счастье ты родился наш отец благодарим тебя от глубины сердец на наше счастье ты живешь отец так будь на долгие годы непобедим твой путь на долгие годы живи и будь здоров к нам ласков а к врагам безжалостно суров наследник Ленина для нас ты сам Ильич нет тех высот чтоб нам с тобою не достичь нет тех преград чтоб мы не рушили с тобой веди нас дальше вождь веди в последний бой таких стихов было написано тысячи вот еще гимн Сталину написанный с необычайным пылом о ты великий вождь народов призвавший к жизни человека призвавший земли к плодородию призвавший к юности века к цветению весны к песне струны к любви сердца к труду заводы повсюду явно ощутима твоя отцовская рука ты цвет весны моей ты солнце что отражается в миллионах людских сердец вышеупомянутый гимн был опубликован в газете правда 28 августа 1936 года в мае 1935 года та же официальная партийная газета опубликовала следующее необычное сочинение по площади гудя и пламенея не раз текла народная река вела нас бой с трибуны мавзолея рука победы Сталина рука отец и вождь призыв и вдохновение командующий армией труда мы это имя Сталин без волнения произносить не сможем никогда гораздо более поздняя композиция ведущего советского поэта показывает развитие стиля Сталин ты крепость врагов сокрушил любимый ты житель моей души таких не найдется жемчужин слов хотел с океаном тебя сравнить не мог с океаном тебя сравнить и в океане порой корабли с распоротым дном сидят на мели с полярной звездой хотел сравнить с полярной звездой не мог сравнить она как приколотая гвоздем вечер стоит на месте своем с горами хотел я тебя сравнить с горами не мог я тебя сравнить и с гор тебе не равна ни одна у каждой горы вершина видна и с солнцем хотел я тебя сравнить не мог тебя с солнцем сравнить может и солнце порой изменить светит оно лишь в ясные дни Сталин сравнений не знает старик Сталин как вечный огонь горит китайский коммунистический диктатор Мао Цедун был провозглашен тем цитата чей разум создал мир диктаторы северной Кореи также обожествляемы своими последователями которым насильственно внушают доктрины учения Чучхе заключающегося в замене Бога своей в кавычках Святой Троицей состоящий из Отца Кимир Сена Сына Ким Чен Ира и вечного пламени Чучхе вместо Святого Духа учения основанного их в кавычках великим руководителем создавшим себе более семидесяти бронзовых статуй и десятки тысяч других памятников башен и барельефов румынский диктатор Николай Чаушеску еще один последователь Сталина и обладатель культа личности сравнивается с Авраамом Периклом Александром Великим Юлием Цезарем Кромвелем Наполеоном Петром Великим и как будто этого перечня недостаточно его еще называют в кавычках Богом Человеком Снос Кстати коммунистическое правительство Румынии которые были запрещены международные религиозные конвенции весной 1979 года в Куртя Раде Аржеш разрешила съезд ведьм в Бухаресте есть музей в котором хранятся подарки принесенные людьми Чаушеску в нем акварель нарисованная прозревшим слепым он объясняет это тем что цитата напряженно сосредотачивал свои мысли на Чаушеску которая обладает силой не только исцелять от слепоты но и сдвинуть Карпаты горы на другой картине изображен Чаушеску с королем Владиславом Цепишем которого называли цитата вампир Дракула поскольку он известен тем что садил своих противников на кол подобным образом Сталин превозносил личность царя Иоанна Грозного после 1989 года Румынии руководили все те же члены Коммунистической партии которые поменяли вывески однако не убеждения конец пятой главы